Доброго утречка! Я не часто показываюсь, но иногда надо, а то совсем забудете, как я выгляжу. Сегодня у нас понедельник, 15 февраля, и это очень радует, потому что это означает, что осталось всего две недели до весны, до марта. Для меня, как 1 март, это уже весна, вот, и марта у меня всегда какой-то по жизни хороший месяц. Не знаю, есть у вас какой-то такой счастливый месяц, который вот действительно по жизни в каждом, в каждом году он у вас хороший. Вот у меня марта всегда хороший месяц во всех отношениях. Я в марте почти знакомилась почти со всеми своими мужьями и даже несколько раз выходила замуж именно в марте. Сегодня встала очень рано, встала в 6 утра, а сейчас у нас еще только 7. Я уже переделала все свои дела, я уже покормилась животных, я уже поела сама, уже причепырилась слегка. Так что вставать утром замечательно. И, конечно, вроде как бы жаворонок, но в последнее время какая-то у меня происходит мутация в сторону голубя. То есть я могу поздно лечь и рано встать или рано лечь и поздно встать. В общем, как-то так, неправильно. Так что, дорогие мои голуби или жаворонки, я вас приветствую. Вот кто уже это сказать на ногах, кто уже встал. Сегодня много, ну не то что много планов, но есть планы. Как бы хочу, вот через час откроется у нас почта. Хочу сходить на почту, заплатить за квартиру, возможно получить какие-то посылочки. Будет наверняка большая очередь, поэтому, чтобы не было скучно, возьму наушники и музыку. Буду слушать, тоже как вариант, когда надо стоять в очередях длинных, больших каких-то. Что-то, надеюсь, поснимать во время как бы сегодняшнего дня. Ну, если за сегодня не наберу ничего интересного, тогда, может быть, состыкуюсь с каким-то следующим днем. В общем, буду такой влог потихонечку снимать. И, что еще хотела сказать, хотела просто пожелать вам хорошего настроения, хорошей погоды. У нас она ужасная, у нас две недели уже нету солнышка. И хотя тепло, там плюс один, плюс три, все равно периодически капает дождь. Это, в общем, как-то совсем такая погода не очень интересная. Поэтому будем все равно сами себе создавать хорошее настроение, радоваться по возможности даже каким-то мелочам, потому что мелочи у нас всегда есть какие-то, которые можно порадоваться. И ждать весны. Всего хорошего, хорошего вам денечка, если нехорошей рабочей недели. Пока-пока! Хочу просто немножко послушать, как птицы поют. КОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОК иду на почту как я и говорила вот такой вот у нас опять серый день ну хорошо хоть дождя нету может быть немножко температура стала поменьше ближе к нулю и будем надеяться ничего капать сегодня не будет не хочется и так уже несколько дней нам тут все заливало вот а а а а а а а У вас свинки молодые Хочешь попить, никак не поймай А сообрази потом Свинятки? Ну совсем маленькие Маленькие как-то поторопились Ну да, она взяла уже их все Он кушает сам все нормально Как вы думаете, могла я устоять и не купить этого супер хомяка рыжего? Конечно не устояла Это у нас муж для Матильды Ну или по крайней мере друг для Матильды Замечательный рыжий хомячок Не совсем тоже такой стандартной окраски, но очаровательный Просто невероятно Муха не пугай его Муха, конечно, тут вся в восторге от хомяка Хома, ты куда полез? Хома полез куда-то там прятаться Привет! Привет! Ну-ка, нужна ваша помощь Придумайте имя этому хомячку У меня вообще с именами всегда очень сложно Никогда не могу придумать Он такой очаровательный Достаточно ручной, так мне сказали Ну, во всяком случае, не дикий Хомочка, это куда? Матильда, вылезай Поставила специальный домик, чтобы Матильда вылезла познакомиться А она там дрыхнет, видите ли Тут уже горячий мужчина гуляет Хочет к ней Так, откроем дверцу Хомуська, туда не иди Как бы его назвать? Вот помогайте Придумайте имя для хомячка О, Матильда вылезла Скажи, что такое? Что такое? Прямо чувствует Так, ну-ка, ну-ка, иди обратно, смотри Он сейчас, конечно, такой немножко нервный Потому что ехал в коробочке, из которой пытался все время выбраться Ну-ка, иди сюда, смотри, кто здесь есть Не утирай Я сама боюсь трогать, когда еще такой хомяк только-только Ну вот, все, знакомство с Матильдой Матильда теперь сама удрала О, он сразу скажет, девочка, 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 девочка Так, что-то у нас какие-то сексуальные сцены Не для детей, дети Не смотрите Матильда подставляет хвостик Так, ребята, вы мне тут что, уже собираетесь размножаться сразу? Ну подождите Так, они уже собираются размножаться Не успел прийти Так, Матильда, иди пока, иди пока в домик Ха-ха-ха Нет, это, так быстро я не готова еще Детей тут воспитывать Сейчас надо ему найти тоже клеточку Пускай они рядом с Матильдой живут вместе Ну вот, пока они будут рядышком Потому что Слишком уж этот мальчик шустрый Может его какой-нибудь Казанова назвать? Такой прямо Ух! Ух! Матильда оживилась Ну, теперь у нас веселье тут Теперь ей уже явно не скучно А то она скучала одна Теперь хоть есть с кем пообщаться А может быть и не только пообщаться Хе-хе-хе И еще купила сегодня такой замечательный Весенний, можно сказать, садик Здесь сразу в одном горшочке Три луковичных красивых весенних цветочка Здесь агиоцинтик, который еще собирается только распускаться И красный тюльпанчик И такой очень симпатичный маленький нарциссик Который здесь будет еще цветочки Потому что я вижу уже Собирается распускаться Там несколько луковичек Очень понравилась сама идея Что это Вот действительно на самом деле Весенний садик В одном горшочке Мне, конечно, нравится Когда они отдельно посажены Когда их несколько Но когда вот такие разные цветочки И вроде вместе Это тоже, мне кажется, будет смотреться Замечательно хорошо Когда они подраспустятся еще Тут Тюльпан, конечно, очень большой Не знаю, как он будет выглядеть Когда распустятся Видно, что он такой, видите, там Громадный Ну, идея была хорошая То есть мне понравилась задумка Понравилась идея Вот не удержалась Думаю, надо что-то такое весеннее, позитивное Там даже легкое солнышко выглянуло В общем, настроение уже потихонечку И справляется По сравнению с тем, что было утром Так, что у нас еще пришло сегодня с Алиэкспресса Сейчас покажу Тут не так много Ничего такого сверх особенного Пришло вот такое простенькое колечко Но я его заказывала конкретно под один кулончик Точно такого же цвета Чтобы, если что, можно было носить вместе Таких колечек там очень много на Алиэкспрессе Они недорогие, они во всех цветах В общем, ну, пускай будет Такой браслетик Вот он у меня сейчас на руке Очень-очень такой милый, изящный, красивый Недорогой Тоже по каким-то горящим, по-моему, товарам Немножко великоват Ну, в принципе, браслетики-то и могут так, мне кажется, болтаться Они не обязательно должны там облегать И платочек, который Как-то мне казался поинтереснее расцветочки Когда я видела его на Алиэкспрессе Здесь он, мне кажется, немножко таким Ну, не то что скучноватым, но Может быть, даже чересчур пестроватым Ну, он все равно приятненький Он, как бы, это самое Может быть, это будет не самое любимое Может, он вообще подарится кому-то А так, а что это здесь за такое пятнышко какое-то непонятное Вот какое-то пятнышко Ну, то есть, не идеальное качество Непонятно, что это вообще такое Ну, вот, как первое впечатление было, что не очень Так, видите, находятся уже какие-то маленькие и недостаточки Конечно, это ничего серьезного Может, застирается, а может, даже и не важно как Ну, в общем, такой, как всегда я беру Большие, там, 175 см, там, в ширину, там, 80 или 90 Такой обмотать вокруг шеи Ну, у меня просто уже много таких Почему-то я думала, что это будет какой-то более интересный цвет Или что-нибудь такое Ну, это не важно Вот такой сегодня сумасшедший день А он только еще начался Еще только 11 утра Вот что значит рано встать Сколько уже можно всего сотворить Так что продолжаем потихонечку двигаться дальше по этому дню Спасибо 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 Спасибо